Друзья, значит, нам нужно посчитать математическое ожидание x. Математическое ожидание x стандарта считается с помощью линейности. То есть x надо представить в виде суммы индикатора. Давайте аккуратно это и напишем. x это сумма. У нас будет c, зен, пока. Да, совершенно верно, да. Будет c, зен, пока, сад. Мы хотим выбрать c, зен, пока. x и t это 1, если нет внутренних рёбер, иначе 0. Ну, варианность того, что x и t равно 1, будет равна у нас всего внутренних рёбер c из х по 2. Давайте чуть почетче скажем. Значит, мы перенумеровали все возможные к-элементные множества. И теперь проверяем, каждый из них на предмет того, является ли оно независимым множеством вершин в нашу графику. Да. Так вот, ну, продолжаем. У нас всего рёбер c из х по 2, внутренних рёбер. Верно с того, что нету ребра, одна вторая. Поэтому, для каждого ребра вероятность одна вторая, и того будет одна вторая в степени c из х по 2. Можно написать, наверное, единицы, делённые на 2 в степени c из х по 2. Ну, или там 2 в степени минус c из х по 2. Как угодно. В итоге получаем, как правило. Да. У нас будет c из х по 2, каждый из которых равно вот этому числу. Тогда получается, что матр ожидания равно c из х по 2, делённое на 2 в степени c из х по 2. c из х по 2 на 2 в степени минус c из х по 2, и тогда вы в этом почти узнаете, или просто узнаете, то, что у нас было, когда мы рассуждали про числа рамсы. То есть, на самом деле, это очень бомбдь, да? Да. То есть, матрическое ожидание, про числа рамсы, там только единичка ещё была. Да, да. Потому что мы там рассматривали и красную клику, и синюю клику. А сейчас мы рассматриваем только красную клику, независимое множество. Но вот пункт 2, который про амебры, это как раз синяя клика. Они просто здесь разделились в этой задаче. А так эта задача очень близкая. Если бы вы это осознали, то было бы исключительно классно. Ну хорошо, то есть, у нас получилось, что вероятность события А, которая нас интересует, оценивается снизу разницей единицы минус математическое ожидание, а само математическое ожидание равняется вот такой величине. То есть, хорошо бы что сделать? Надо оценить, наверное, вот эту величину сверху, числом 0,1. Ну мы же стремимся доказать, что снизу оценка вероятности события А, это 0,9, правда? Да. Ну значит, сверху вот эта штука должна оцениваться как 0,1. 1,1. Так. А как у нас это... Это целая часть от корня кубического изе. Ну, мы с вами уже делали вчера такую оценку, а сегодня это, если хотите, просто закрепление материала. Значит, С из Н по К, это Н на Н-1 и так далее, на Н-К плюс 1, поделить на К факториал. Было такое? Да. И каждый заморозитель оценивается величиной Н. У меня здесь все не превосходит Н в степени К, поделить на К факториал. Но я совсем расщедрюсь. Слушай, если не превосходит Н в степени К, поделить на К факториал, то уж точно не больше, чем Н в степени К, правда? Меньше даже. Так и напишу. Меньше, чем Н в степени К. А ничего. Держать. Такой ход. Ну, согласно, правда? Да. Ну, вот у меня совсем запасы на этот ход. Именно потому, что вы не знаете, что такое логарифм. Если бы вы в этом месте знали логарифм, я бы не писал таких кругов оценок. Ну, вот я пришел к другому оценку. Мне ее хватит. Так. Ну, давайте смотреть дальше. Как бы нам это оценивать? Н в степени К равняется Н в степени целая часть от корня кубического из Н. Целая часть корня кубического из Н точно не больше, чем просто корень кубический из Н. Давайте напишем так. Н в степени корень кубический из Н. Но вот как быстро или нет, он растет до функции, я не знаю, логарифм понять не очень просто. Но что-то понять точно можно. Вот давайте, например, заметим совсем какую-то, на мой взгляд, простую и понятную вещь. Ну, мы ее сейчас докажем. И она равняется корень к четвертой степени из Н в четвертой степени. А, ну да. Это вроде бы правда. Да. Никого не смущаю таким странным тоном? Нет. Ну, вот так вот, да. Корень четвертой степени из Н в степени 4. Но согласитесь, что Х меньше, чем 2 в степени Х, по крайней мере, начиная с некоторого момента. Да. Это уж вроде совершенно очевидно. Х меньше, чем 2 в степени. Значит, это меньше, чем 2 в степени 4 корня четвертой степени из Н. Я просто оценил корень четвертой степени из Н, как 2 в степени корень четвертой степени из Н. Но потом это 2 в степени корень четвертой степени из Н возвел в четвертую степень, четвертую умножить. Правильно? Да. Так, хорошо. Какая прелесть. Ну, давайте тогда Н в степени К оценим теперь так, как 2 в степени 4 корень четвертой степени из Н на корень кубический из Н. Ну, просто я Н оценил вот так, а Н в степени корень кубический из Н оценится так, ну и еще на корень кубический из Н. Или это смущает? Не, нормально. Нормально. Точно? Да. Но Н возводится в степени. Н оценилось вот так. Возводим оценку в эту степень. Вот, извините. Да. Да, получилась такая оценка для Н в степени К. Ну, вот сейчас вроде уследи. Ну, хорошо. Давайте теперь 2 в степени минус С из К по 2К в комплектации равняется 2 в степени минус К на К минус 1 пополам. Ну, наверное, К минус 1 больше, чем К пополам. Да. Чудесно. Но тогда со знаком минус получится меньше. То есть мы напишем так. 2 в степени минус К умножить на К пополам и поделить пополам. Это я К минус 1 оценил снизу величиной К пополам. Да. Так, то есть у меня получается 2 в степени минус К квадрат, поделенное на 4. Ну, давайте напишем так. Это 2 в степени минус 1 четверть умножить на целую часть корня кубического из Н в квадрате. Извините, а если вы снизу оценивали К минус 1, почему тогда знак стоит в сторону? А потому что с минусом К минус 1 больше, значит, минус К минус 1 меньше. К минус 1 больше, чем К пополам, с минусом получается именно меньше. Именно так и старался. Иначе было бы все легко. Потому что я бы просто оценил К минус 1 как К и не мучился. Но она с минусом, сажали. А мне знак неравенства нужен все время в эту сторону. Видите, я вот здесь сверху оцениваю, вот здесь тоже сверху оцениваю. Мне мат ожидания надо сверху оценить 1 десятый. Не забывайте глобальную цель. Мат ожидания надо оценить сверху 1 десятый. Так, ну, чтобы все было совсем понятно, давайте еще скажем вот такую вещь. Целая часть х, разумеется, больше либо равна 1 вторая х. Понятно почему? Да. Так, ну опять со знаком минус, поэтому продолжаем неравенство в нужную нам сторону. Будет 2 в степени минус 1 восьмая на корень кубический n умножить на корень кубический из n. Я вот так квадратно рисую. Конечно, я мог написать n в степени 2 третьих, но я вот хочу так написать. Так, снял просто целую часть, правильно? Целая часть от х. А, слушайте, я неправильно знаменатель написал. Целая часть от х больше либо равна 1 второй х. Значит, квадрат этой целой части больше или равен 1 четвертой от х квадрата. Ну, то есть надо 1 четверть умножить на 1 четверть. Я описался, здесь не 1 восьмая, а 1 шестнадцатая. Но это не важно. Так, друзья, услышите за этой выкладкой, она, конечно, такая противная. Идеваться некуда. Так, ну и все. Стало быть, c из n пока умножить на 2 в степени минус c из k по 2 меньше, чем 2. Смотрите, сюда, я ее в степени k оценивал, в степени 4. Корень четвертой степени из n, корень кубический из n. А дальше надо умножить на оценку вот этой величины, которая, вот она. Что значит умножить на оценку? Значит, куча здесь, 1 в шестнадцатую, корень кубический из n. Корень кубический из n. Правильно? Получается? Ну а теперь смотрите, какая функция растет быстрее. Вот эта и вот эта. Здесь вы корень четвертой степени из n умножаете на корень кубический из n. А здесь вы корень кубический из n умножаете на корень кубический. Но очевидно, что вторая растет быстрее. Не важно, что она на 16 поделена, а это на 4 умножить. Начиная с некоторого момента, 4 корни четвертой степени из n станет меньше, чем 1 в шестнадцатую корень кубический из n. Но мы можем, если хотите, вычислить какой-нибудь такой момент. Давайте. Ну давайте посчитаем, при каком n заведомо вот эта разность достаточно маленькая. Давайте возьмем какой-нибудь огромный n. Сколько получилось? Там 10 в 12 степени, триллион. Так, знаете слово триллион, да? Триллион это 10 в 12 степени. Это вы понимаете? 12 в 12. Ну давайте возьмем n равное 10 в 12. А, ну да, там тогда получается... Тогда здесь будет 10 в кубе на 10 в 4, то есть 10 в 7. 4 на 10 в 7. А здесь будет 10 в 4 на 10 в 4, что? Недостаточно? Ой, недостаточно. 10 в 8 поделить на 16, не получилось. Так, 10 в 8 поделить на 16. Ничего не получилось. Но будем действовать дальше. Давайте возьмем не 10 в 12, а 10 в какой-нибудь... Двадцать четвертый. Нет, я хоряю, большое надо взять. Двадцать четвертый. А, двадцать четвертый, да. Давайте возьмем n равное 10 в двадцать четвертой степени. Я не знаю, не помню, как называется, квинтеренка. А, можно было бы сделать. Ладно, давайте возьмем все-таки 10 в двадцать четвертый и посмотрим, что получится. Если взять 10 в двадцать четвертый, то у нас тут получится 10 в восьмой умножить на... Сейчас, 10 в шестую может на 10 в восьмой, то есть 4 на 10 в четырнадцатый, да? 4 на 10 в четырнадцатый. А здесь 10 в восьмой на 10 в восьмой это 10 в шестнадцатый. А вам опять не получилось или получилось? Что больше, 4 на 10 в четырнадцатый или 1 шестнадцатая на 10 в шестнадцатый? А, нет, получилось, конечно, вот это уже больше. Потому что это 1 шестнадцатая от сотни как бы, она, конечно, больше 4. Вот эти два числа различаются в 100 раз. Но мы эту сотню делим здесь на 16, а здесь просто берем 4. Ясно, что 4 меньше, чем 116. То есть вот это уже меньше. Ну и если вы будете брать любое n, которое больше, чем 10, 24, то это неравенство будет только усугубляться. Правильно? Да. Ну то есть разность станет отрицательной. Значит это будет 2 в отрицательной степени. Да, это будет 2 в отрицательной степени. Но давайте найдем, например, тот момент, когда это, может быть, это уже он, когда это будет меньше 1 десятка. 2 в отрицательной степени, начиная с какого-то момента, ведь меньше 1 десятка, правильно? Да, это уже 2 в 4, это уже меньше. Да вот, наверное, даже он здесь подходит, да? Да еще как подходит. 4 на 10, 14, минус 1, 16 на 10, 16. Но посчитайте на калькуляторе, что там получится, если вычесть из этого вот это. Вычтем 4 на 10, 14, минус 1, 16 на 10, 16. Выносим за скобку 10, 14. В скобках остается 4, минус 100 поделить на 16. 64 минус 100, это минус 36, 16, да? Минус 36, 16 на 10, 14. Мне кажется, это говорит само за себя. Ну, минус 36, 16, это примерно 2. И 2 умножаете на 10 в 14 степени, а потом вот в эту жуткую степень возродите 2. Ясно, что у вас получается не то, что меньше 1,10, а меньше всего, что вы себе можете вообразить. А 2, чем много? Конечно, да. То есть это, в общем, очень-очень маленькое число. Все. Мы показали, что вероятность события А гораздо-гораздо больше, чем 0,9. С огромнейших запасов. Ну, правда, если n больше, чем там 10, 24, минус. Спасибо.